Привет вам, мастера самоделок, кулонов и электронов! Как сделать так, чтобы избавиться от вот таких вот тумблеров? Представляете, если мы хотим, чтобы щелкнул одним выключателем, загорелась одна лампочка. Щелкнул другим, эта лампочка погасла, а эта загорелась. Сделать это очень легко, и эти старые выключатели мы можем просто-напросто заменить на маленькие нефиксируемые кнопки. Кнопки сейчас в моде, все ими пользуются. Для того, чтобы сделать такую систему, выключатели можно убрать, оставить нефиксируемые кнопочки и, конечно же, использовать схему обыкновенного триггера. Если подсоединить выключатели вот сюда, к этому триггеру, то мы можем управлять нагрузками. Правда, система эта будет работать от постоянного напряжения и тока, и мощность этой системы будет зависеть напрямую от мощности ваших транзисторов, ширины радиатора и мощности блока питания. Вроде бы справились с задачей. Нажали одну кнопку, горит одна лампочка. Нажали другую кнопку, горит другая лампочка. Но неужели это надо делать так сложно? Сейчас покажу, как это делается совсем просто. Пусть лампочки, как девчонки, постоят и полежат в сторонке. Мне для того, чтобы сделать то, что делается на мощных транзисторах с кучей резисторов, потребуется... Ну, резистор потребуется одна штука. Реле потребуется одна штука. И парочка кнопочек. Ой, пардон, это не такая кнопочка, парочка вот таких вот кнопочек. Всё, больше мне ничего не надо. Берём ножик, припаиваем резистор к реле и получаем вот такую чудесную самоотделку. Смотрите, у нас есть две кнопочки, которые будут включать две нагрузочки. При этом две нагрузочки будут включаться попеременно. То есть, нажму я пальцем одну кнопочку, загорится одна лампочка. Нажму другую кнопочку, эта лампочка погаснет, а эта загорится. Вам не верится, но это факт. Давайте подключим блок питания и проведём этот чудесный эксперимент. А я поясню, как это работает. Ведь работает это просто, лаконично и иногда немножечко непривычно. Питание моей установки 12 вольт, оно абсолютно безопасное. При включении у меня горит вот такая слабенькая лампочка, которую я хочу погасить, но при этом включить яркий свет. Пожалуйста. Одним нажатием кнопочки, нефиксируемой, я погасил эту лампочку и включил эту лампочку. Ну а теперь я хочу сделать наоборот. Мне надоел яркий свет, и я хочу от него избавиться. Раз, и готово. Смотрите, как всё чудесно и красиво работает. Не правильно ли? Замечательно. А что же это за удивительнейшая схема? Да вот же она. Эта удивительнейшая схема работает на токах удержания с помощью небольшого резистора, который ставится последовательно с катушкой. Нажали эту кнопочку, зашунтировали катушечку, реле переключилось. Нажали эту кнопочку, активировали катушечку, реле переключилось. Так как реле является обыкновенным выключателем, то универсальность этой схемы позволяет, не используя транзисторов, пользоваться не только постоянным током, причем разной величины и гораздо большей величины, чем могут транзисторы. Ведь реле это, по сути дела, мощный выключатель на подобие тумблера. А еще мы можем коммутировать и включать лампочки, работающие на большом напряжении и на переменном токе. Ведь это реле ему все равно. Мало того, мы можем использовать одновременно и переменный ток, и постоянный ток. Ведь это реле ему все равно. Не правда ли простая и лаконичная схема? Рекомендую. Пользуйтесь. А на этом все. Пока.